Юлия, расскажите, пожалуйста, как складывается ваша жизнь после завершения спортивной карьеры? Благодарю вас за вопрос. Даже будучи спортсменом, я всегда ставила перед собой высокие цели. Любому спортсмену важна победа, потому что мы ежедневно тренируемся, очень много тратим на это времени и сил, и поэтому, конечно, спортсмену важен результат, особенно в спорте высоких достижений. После завершения карьеры этот спортивный характер прежнему со мной, я ставлю для себя уже новые цели и задачи, но сейчас уже в другой сфере, уже больше в сфере близкой к спорту, но уже которая несет немного другой посыл. Это уже больше административная работа, какая-то работа по международному сотрудничеству, интеграции и кооперации разных стран через призму спорта, культуры и искусства. Расскажите, какое место в вашей жизни занимает семья, семейные ценности, семейные традиции? Для меня семья – это очень важно, потому что я считаю, что семья – это то, что воспитывает наш характер в том числе. И от частности, благодаря моим родителям, конечно же, я достигла тех результатов, которых достигла в своей спортивной карьере. И сейчас уже будучи взрослым человеком, я очень высоко оценю семейные ценности. И в связи с тем, что вы поменяли гражданство Республики Беларусь на гражданство России, это был осознанный необходимый выбор? Ну, конечно же, это осознанный выбор и необходимый, потому что мой муж и наш сын имеют российское гражданство, но я не чувствую такой большой разницы. Я не назвала бы это прям сменой гражданства, потому что однозначно белорусский и русский народ – это очень близкие народы. Я даже считаю, что это один народ, который просто имеет свои территориальные границы. Тем не менее, очень много общего исторически, очень много общего в культуре. Мы разговариваем на одном языке, и тут, скорее, это большая возможность благодаря этому узнать еще глубже и свою страну в том числе. Да, вы абсолютно правы, это союзное государство, прежде всего. А и вообще в целом, не могу не спросить, следите ли вы за новостями, которые сейчас там происходят в Минске? Однозначно, всегда сопереживаешь тому, что происходит в тех местах, где ты родился, где ты вырос, и за этим невозможно следить. И сейчас в наше время мы всем миром следим всегда за всеми событиями, которые, яркими событиями, которые происходят на земном шаре, да, конечно. И тогда вот интересно узнать, как это получилось, что вы решили заняться международной общественной деятельностью, вы стали вице-президентом Международного Альянса БРИКС, 5 стран, доходит наша страна Россия. Скажите об этом опыте. Да, немножко начну с предыстории. Я всегда любила учиться, и будучи профессиональным спортсменом, всегда считала и считаю, что образование важно. И всегда совмещала и школу, и спорт на высоком уровне, и закончила школу с золотой медалью, потому что спорт высоких достижений – это тот момент, где может все в один день поменяться, и нужно быть готовым к этим переменам, в том числе и поменять сферу деятельности. К счастью, у меня все прекрасно сложилось и в спортивной карьере, и сейчас уже завершив, я хотела продолжить обучение в магистратуре, и мне посчастливилось, что 3 года назад в МГИМО совместно с Российским государственным университетом физкультуры открыли совместную программу, которая называется «Спортивная дипломатия». Они настроены на подготовку специалистов, в частности менеджеров в спорте, людей, которые будут хорошо разбираться во всех тонкостях и нюансах этой сферы, и защищать интересы российских спортсменов на международной арене. Благодаря обучению на этой программе, от частности, я поняла, что мне интересно развиваться в этом направлении, и да, действительно, я совсем недавно стала вице-президентом International Bricks Forum, и получила приглашение на следующей неделе выступить в Сочи с докладом, связанным со спортивной дипломатией, со связью спортивной дипломатией и экологией в том числе, потому что форум будет посвящен экологии прежде всего, и есть очень много интересных вопросов, которые можно в этой теме раскрыть и обсудить. Да, это очень интересно, и будем ждать Вашего выступления в Сочи, пожелаем им удачи. Как вот сложилось так, что Вы решили поступить в ГИМО? Было ли это какой-то целью, или это так вот сложились обстоятельства, и на кого Вы сейчас учитесь? Это скорее совпало мое желание учиться с практическим применением, чтобы учеба была не как формальность, еще одно высшее образование, либо просто образование для диплома. Мне всегда хотелось, чтобы магистратура уже была действительно осознанной. У меня первое образование экономическое, но я не хотела продолжать магистратуру в экономике, либо в какой-то смежной дисциплине. И узнав о том, что есть такая программа, которая, с одной стороны, даст те знания, которых у меня до этого момента не было, то лучшее, что может дать МГИМО, это самый лучший университет по международным отношениям, по умению общаться, выстраивать международные связи, общения и так далее. И то, чему я посвятила большую часть своей жизни, это спорт. То есть для меня, когда я увидела эту программу, это было идеальное сочетание того, что нравится и того, что полезно. Вот, я сейчас учусь на втором курсе этой магистрской программы. Она, как я уже говорила, создана школой бизнеса МГИМО совместно с университетом физкультуры. Также я смотрела вашу программу. Поздравляю с выходом первого выпуска. Очень интересный формат, где вы втроём, я так поняла, с вашими однокурсницами берёте интервью у представителей ассоциации спортивных танцев. Расскажите об этом. Да, это был очень интересный и важный для нас проект, особенно в условиях самоизоляции и пандемии, потому что мы должны были изменить формат защиты нашего проектного задания. Это было проектное задание в рамках предмета теории организации и организационного поведения. Нам необходимо было выбрать какую-то структуру, но так как у нас магистратура имеет спортивную направленность, конечно, мы выбрали федерацию, связанную со спортом. В частности, федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. И у нас вот в моей команде было ещё два студента МГИМО, которые тоже имеют прямое отношение к танцам. Одна из девушек сама выступает ещё до сих пор, вторая является мастером спорта в чирлидинге. То есть мы нашли очень быстро общий язык и выбрали именно ту федерацию, которую нам было бы интересно изучать. В течение полугода у нас были практические и теоретические занятия в МГИМО. Мы изучали о том, как создаются организации, как они функционируют, как максимизировать успех организации. Все вопросы, которые касаются работы с человеческими ресурсами. Очень большой список вопросов и тем, которые мы обсуждали. И прекрасно то, что нам нужно это было сразу прорабатывать на практическом опыте, анализировать, как это работает в танцевальной федерации, федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. И нашим финальным заданием должна была быть презентация наших предложений и тех моментов, которые мы считаем, как уже эксперты в этой области, мы бы могли улучшить. Изначально планировалось все это организовать в Zoom конференции, но вот мы, посовещавшись нашей командой, решили, что, соблюдая все требования Роспотребнадзора, мы смогли осуществить съемку, потому что это гораздо эффективнее пригласить гостей пообщаться вживую, чтобы диалог был конструктивным. У нас, к сожалению, был регламент самой защиты передачи 30-40 минут, но вы сами понимаете, что за такой короткий срок очень сложно объяснить и поделиться, рассказать тем, чем мы занимались полгода, поэтому наша встреча длилась несколько часов. Уже, конечно, в готовый формат, в готовую передачу где-то пошло 30-40 минут. Это было и полезно, и интересно, и, конечно, запомнилось нам. Да, очень интересный проект. Расскажите о вашем опыте участия в деятельности Международного дипломатического клуба «Амикабилити». Я знаю, что недавно вы стали членом этого клуба, и вы выступали на круглом столе в посольстве Маврики, и как раз вы касались темы раскрытия, так я поняла, потенциала в спорте ребенка. Вот, может быть, об этом тоже расскажете, и то, что вы планируете провести круглый стол в общественной палате. Да, благодаря сотрудничеству с Международным дипломатическим клубом «Амикабилити» есть возможность принимать участие, выступать на различных круглых столах, где обсуждаются злободневные и важные темы. Совсем недавно было мероприятие в посольстве Маврикия, там мы коснулись, в частности, я выступала с таким, ну, это не совсем доклад, скорее сообщение и мои мысли насчет того, как важен спорт и как важно в наше время сейчас, как важно его поддерживать, развивать и в профессиональной сфере, и просто как любительский спорт, спорт для всех и искусство, чтобы оно развивалось, чтобы его прививать, любовь к искусству и к спорту детям. И уже, возможно, вдохновившись этим опытом круглого стола в Маврикии, пришла мысль создать, провести круглый стол совсем скоро, уже после форума в Сочи, круглый стол провести, который будет, где мы обсудим вопросы, связанные с развитием творческого потенциала у детей. Я считаю, сама, как бы, будучи воспитанной в жестком графике тренировок, у меня еще была и музыкальная школа параллельно, я как бы знаю, насколько это важно и как это прекрасно формирует характер. Вот я бы хотела пригласить деятелей искусства и спорта, чтобы с ними обсудить и вот подумать, что мы можем сделать для того, чтобы в 21 веке дети развивались гармонично благодаря тому, что они могут активно принимать участие в... точнее, не принимать участие, а активно заниматься спортом, искусством и какими-то культурными проектами в том числе. Это очень интересно, насколько я знаю, вас также будет поддерживать Национальный родительский комитет во главе с Ириной Волнец, и депутаты Госдумы, и послы, и все должны, ну, вы собираетесь посетить это мероприятие. Мы планируем это мероприятие масштабным, потому что очень много талантливых и способных детей, которых можно поддержать, и как минимум вот эта база, несколько лет, даже если ребенок позанимается танцами, дает очень много в жизни. Совсем меняется мироощущение, по-другому формируются даже такие важные понятия, как общение мальчиков и девочек, когда они учатся с маленького возраста, там с 5-6 лет общаться с другом, делать что-то вместе, несут ответственность за то, что они делают, потому что это парный вид спорта. И для девочек однозначно, как и для мальчиков, это очень сильно воспитывает эстетическое восприятие. Может быть, они не станут танцорами профессиональными, но это будет всегда с ними по жизни, у них будет уже какое-то другое чувство вкуса, чувство стиля, чувство такта в том числе, потому что танцы, они прекрасно в этом плане сочетают и жесткость спорта, как нагрузки, тренировки и так далее, так и эстетический аспект. Это музыка, это чувство прекрасного, это умение быть элегантным, опрятным и выглядеть, максимально уметь себя подать эффектно. Вот раз мы заговорили о музыке, я знаю, что недавно посетили творческий вечер Юрия Розума, народного артиста. Расскажите о ваших впечатлениях, там вы встретили также Терри Барьяния, французского политика, какие-то, может быть, интересные, запомнились вам истории. Да, это был прекрасный вечер, я, как уже только что обмолвилась, когда-то закончила музыкальную школу по классу фортепиано, и здесь, конечно, не могла не оценить весь талант, точнее, даже не талант, а вот это вот мастерство маэстро, потому что я сама понимаю, насколько это сложно, и когда вот я вижу виртуозную игру, это меня впечатляет, потому что я еще хорошо понимаю, как это работает, если сказать по-простому. Вечер был прекрасный, и надеемся, что такие вечера будут еще проходить, мы с удовольствием с мужем моим присоединимся и будем участвовать. В январе 2020 года я впервые оказалась в Страсбурге, это очень красивый город на границе Германии и Франции, оказалась я там по очень интересному случаю. У нас есть знакомый дизайнер Кетти Чиквадзе, она представляет Грузию, и мы с ней договорились о том, что я приму участие в ее показе и буду его закрывать, как представлять финальное платье. Это был для меня абсолютно новый опыт, потому что я люблю смотреть показы, связанные с модой, люблю смотреть модные показы, но вот никогда даже, наверное, не думала, что когда-то будет такая возможность почувствовать, как это быть моделью. Специально для этого я брала уроки дефиле, потому что одно дело уметь танцевать, разные направления, а здесь есть своя специфика, потому что нужно идти в определенном темпе, определенным шагом, держать форму, чтобы показать одежду, а не себя. Все-таки танцы у нас построены на том, что мы презентуем себя, как я говорила, личность свою, а там мы должны показать одежду. Это было очень интересно, что-то пришлось переучиваться, потому что уже заученное годами, оно как бы всегда выходит на первый план, но тем не менее я подготовилась, и это было мероприятие, посвященное неделе Грузии в Европарламенте. Оно проходило в, по-моему, называлось точно Павильон Джозефин в Страсбурге. Был обалденно украшен зал в традиционном грузинском стиле, там были огромные чаши с виноградом, символизируя грузинское вино, какие-то красивые ковры, это, конечно же, отличалось от традиционного понимания фэшн-шоу, это было все в таком национальном стиле, присутствовал президент Грузии, и вот там вот я как бы первый раз ощутила, что такое быть моделью. Это, конечно, тяжело, тяжело, потому что нужно тоже, ну, как и в танцах, много репетировать, четко понимать, что вот эти, там, 30 секунд, когда ты выходишь, ты обязательно, мне казалось, не должен упасть, что бывает тоже, ну, разное бывает на показах, но тем не менее каблуки очень высокие, но у меня, слава богу, есть огромный опыт, мы выступаем же, танцуем тоже на каблуках, вот, поэтому все прошло прекрасно. После показа была красивая торжественная часть, форшет и выступление Саламе Зорбешфили, красивые показательные выступления с традиционными грузинскими приснопениями, это, конечно, не могло не впечатлить, потому что это очень колоритно и эффектно, и в целом мероприятие было прекрасно организовано, Европарламент в этом плане прекрасно умеет организовывать мероприятие, чтобы все выглядело и достойно, и приятно было приезжать вновь и вновь. Да, это очень интересно. Юля, расскажите, как вообще вы видите в будущем свою работу как общественный дипломат? Вы сейчас много где выступаете, возможно, планируете что-то провести и выступить в ООН? Ну, мечтать нужно масштабно, тогда цели исполняются, вот, и я думаю, что, конечно, будем думать, что можно сделать и в рамках ООН, потому что благодаря стольким годам, проведенным в спорте, я очень много путешествовала, посетила огромное количество стран, начиная от соревнований в Европе, заканчивая, например, Китаем, Сингапуром. И, конечно, я понимаю, что все мы живем на одной планете, и очень важно уметь дружить, уметь общаться, и вот благодаря этому можно добиваться наибольших результатов, и все от этого только будут выигрывать. И, конечно же, вот с появлением ребенка я начала задумываться о том, что что-то хочется сделать, светлое и приятное для будущих поколений, возможно, что-то сохранить, то, что нравилось в своем детстве, чтобы это пронеслось через поколение и сохранилось, и только приумножилось, что-то, возможно, улучшить, что было не так хорошо, если брать спорт, и какие-то моменты всегда можно улучшить. Поэтому, конечно, да, возможно получится провести, невозможно, однозначно у нас получится провести мероприятие с поддержкой ООН, мы будем работать в этом направлении и делать все возможное, чтобы это получило всемирную огласку.